150 лет назад родился поэт, писатель, переводчик и первый лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Алексеевич Бунин. В честь юбилейной даты в Ингушской национальной библиотеке провели читательскую конференцию. Говорили о том, какую роль в творчестве этого классика занимал ислам. В рамках мероприятия с докладами выступили научные деятели, студенты и религиозные деятели. Диана Дударова расскажет. Он писал, что не принадлежит ни к одной литературной школе, не считал себя ни символистом, ни романтиком, ни реалистом. Его творчество действительно оказалось за пределами Серебряного века. Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения писателя, чьи произведения получили всемирные признания и стали классикой. Глубокий интерес у Бунина вызывал ислам. И ни у кого из русских поэтов не было больше мусульманских стихов, чем у Ивана Алексеевича. Русский перевод Корана был для него одной из самых необходимых и постоянно читаемых книг. Теме ислама в творчестве Бунина национальная библиотека посвятила сегодняшнюю встречу. Мы все знаем подражание Корана Кушкина, но не все знают, что Бунин тоже уделял внимание восточной теме. Читательская конференция объединила людей, которые не раз соприкасались с произведениями и биографией поэта. Это и научные деятели, преподаватели, студенты филфака и просто почитатели творчества Бунина. Преподаватель Ингу Танзила Горчхана во своем выступлении рассказывает о коранической тематике в лирике Бунина. Отмечает, что писатель изучал культуру многих восточных стран, не только мусульманских. В Востоке видел будущее, а его интерес к исламу считает вполне оправданным. Бунин не просто так интересовался. Это не было дань некой моде, что вот Байрон написал, и я напишу, Пушкин написал, и я напишу. Нет, тут другого порядка интерес гораздо выше и глубже. Ему нужно было понять смысл человеческого существования вообще. И он искал ответы на свои вопросы в различных религиях. Иван Алексеевич всю жизнь возил с собой в дорожном чемоданчике перевод Корана. Однако источником восточных стихов стала не только эта священная книга. Темой ислама в творчестве писателя интересуются и студенты университета. Опираясь на биографию писателя, отмечают, исламские страны его манили всегда. А строки, рожавшиеся в поездках, передавали отношения Бунина к мусульманам и понимания религии. Мы знаем, что все сыры в Коране, кроме сыры, таупа начинаются со слов «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного». Вот «Во имя Аллаха, во имя Бога и Пророка» – первая строчка. В этих строчках выражается все уважение не только к Всевышнему Аллаху, но и к Пророку. Бунин был многогранной личностью. Родился 22 октября 1870 году в Воронеже в дворянской семье. Писать начал с малых лет, всей душой любил поэзию. Особенность бунинских стихов заметили с выходом в 1901 году поэтического сборника «Листопад». Любил путешествовать, учил иностранные языки, занимался благотворительностью. Эмигрировал из России в 1920 году в Турцию, позже во Францию и продолжал поддерживать свой литературный стиль. В 1933-м стал первым русским нобелевским лауреатом по литературе. Фатима Нальгиева признается, что на этой встрече писатель открылся ей с новой стороны. И все же рассказы бунина нравятся больше, чем поэзия. Особенно мне запомнился цикл «Темные аллеи». Там в основном тема любви, тема России прослеживается. Пишут он очень хорошо. Раскрывает тему любви с разных сторон. Есть тема взаимная, есть любовь взаимная, есть любовь безответная. Любовь, которая не может, когда любящие люди, они могут соединиться чисто из-за статуса, из-за положения в обществе. Вот он с разных сторон раскрывает тему любви. Интерес бунина к востоку мусульманам впечатляет и религиозных деятелей. Сегодня на встрече отмечают, что, будучи приверженцем другой религии, у писателя были серьезные знания ислама. Читательскую конференцию проводят в честь 150-летия со дня рождения писателей. Это первое мероприятие, которое посвящает творчество бунина в стенах национальной библиотеки. Ну а читатели могут еще в течение недели поближе познакомиться с лирикой поэта. В библиотеке у нас проходит выставка, посвященная этой дате, на которой представлены материалы жизни и творчества Ивана Бунина. Мы приглашаем всех желающих посетить данную выставку. Писателю были дорогие и понятные гордости и достоинства мусульман. И до конца своих дней он сохранял глубоко уважительное отношение к исламу. Октябрьская революция навсегда изменила его судьбу. Остаток жизни он провел на Западе. Тем не менее, всегда тосковал по России, но так и не вернулся. Диана Дударва, Адам Далаков, Новости 24.